В эфире программа «Право знать». Здравствуйте! В нашем прошлом выпуске мы рассказывали о проверочных мероприятиях, проводимых природоохранной прокуратурой. И выехали в совместный рейд с инспекторами рыбоохраны, чтобы проверить, как соблюдается законодательство рыбаками одного из крупнейших рыбохозяйственных предприятий области. И совсем немного затронули тему браконьерства. На этот раз мы снова вернемся к этой теме и расскажем уже о другом рейде по реке Большая Ниша в Новгородском районе. За то, что рыбу истреблял он зверски, пусть браконьер сочувствия не ждет. На хищников породы браконьерской разрешена охота круглый год. Такие стихотворения раньше печатались на большинстве советских плакатов, пропагандирующих заботу о природе и ее обитателях. Не потеряли актуальности эти строки и сейчас. Браконьеров по-прежнему встречается немало, как в лесах, так и на водоемах. Как раз о последних незадачливых рыболовах и пойдет речь. Река Ниша протекает по территории двух районов – Новгородского и Крестецкого. А вблизи деревни Чавница впадает в сеть мелких озер, которые чуть дальше соединяются уже с главным водным объектом региона – озером Ильвень. Именно на этом участке и начался масштабный рейд природоохранной прокуратуры. Сотрудников рыбоохраны, представителей Департамента природных ресурсов и тех, кто сейчас на контрактной основе занимается расчисткой наших водоемов от браконьерских сетей. Работников предприятия – облводовьех. Такой метод борьбы с браконьерством в рамках госконтракта руководство областного отдела рыбоохраны подсмотрело у наших соседей – псковичей. По нашей инициативе уже на протяжении нескольких лет такая работа уже ведется и в Новгородской области. Департаментом природных ресурсов заключается государственный контракт с подрядной организацией. И уже организация проводит мероприятия по очистке водоемов рыбохозяйственных от брошенных орудий лова, вот как мы сегодня уже видели. Безусловно, это проводится под нашим контролем. Все это актируется, заполняется, проводятся соответствующие административные процедуры. И в последующем эти сети будут, конечно, уничтожены. Сотрудники природоохранной прокуратуры, в свою очередь, строго следят за исполнением государственного контракта всеми его участниками. Как департаментом, так и в данном случае облводобъектом. У последних в нынешнем году работы прибавилось. Специалисты отраслевого департамента прописали в договоре новые места для проведения рейдов. А именно, участки, где как раз и нерестится по весне рыба. Мы пошли сейчас немножечко на, можно сказать, так, ужесточение требований, да, чтобы было и понятно, и прозрачно, и больший объем работ был выполнен на озере Ильмин. Если раньше мы прописывали там Веряшку, Веронду, Ракомку и Аркадский залив, то в этом году это и Замлинка, и Ниша, и Шелонь. То есть объемы работ увеличены. То есть количество вызов увеличено и количество мест, где очищать именно от брошенных орудий лова. Большой плюс помощь в работе инспекции рыбной, да, то есть для сохранения запасов. То есть все с этой целью. Этой весной Ниша, как и большинство других рек Новгородчины, вышла из берегов и затопила соседние поля. Самые злачные места для преступников. Именно на таком мелководье нерестится рыба. Чаще всего на Ниши можно встретить рыбаков-любителей. Промысловиков здесь крайне мало. И в этом специалисты тоже видят негативную составляющую. Гонять браконьеров с этой территории, кроме инспекторов рыбоохраны, некому. Я думаю, что браконьеры с промысловиками не будут связываться. Они не будут ставить на тех местах, где промысловики работают. Во-первых, да, на его территории браконьеры. Во-вторых, ну, все-таки улов есть улов. Браконьеры стараются не связываться, потому что те же промысловики, они с браконьерами получаются вроде как бы враги. Если улов браконьеров измеряется килограммами рыбы, то улов их главных недругов, сотрудников рыбоохраны и специалистов облвода объекта, в километрах вытащенных из воды сетей. Из китайских дешевых сеток во время нереста преступники достают не только взрослую рыбу, способную дать потомство, но и мальков. Но еще больший ущерб наносят браконьеры, когда забывают вытащить из воды свои орудия лова и оставляют их на многие недели. Ладно, если они там поймали рыбу, там, да, ну, свежая там, а ведь забывают, бросают сетки, там очень много вот брошенных сетей или забытых там вытаскиваешь, а там рыба уже вся туплая, портят рыбу. За один такой рейд в воде можно обнаружить несколько десятков оставленных сетей. Пустых практически не бывает. Еще живую рыбу инспекторы отпускают, но это большая редкость. Чаще всего рыба в сетях уже мертва. Исключением не стал и наш совместный рейд. Из ниши сотрудники облвода объекта достали сеть с уже погибшим окунем. Вот в брошенную сетку попался. Вот он. Почти. Относительно свежий. Да. Порой попадаются в браконьерские сети и ценные виды рыб. Судак, лещ, щука. Кстати, судак в наших водоемах считается породой малочисленной. А благодаря браконьерам его полное исчезновение становится вопросом времени. Причем недолгого. Также возрастной ряд ежегодно теряют щука и лещ. И с такими проблемами сталкиваются не только в Новгородской области, но и в других субъектах. Поэтому в нынешнем году в федеральное законодательство были внесены поправки, ужесточающие наказание за незаконный лов и предусматривающие штрафы до 500 тысяч рублей. И лишение свободы до двух лет. Если мы видим, конечно, незаконную добычу, то здесь возможны и даже реальные решения свободы по статье 256. Соответственно, мы так уведем анализ, статистику, оцениваем совершенно преступление. Как правило, материалы направляются, если формируются рыбоохраны, в районные подразделения, районные прокуратуры, с которыми у нас также налажены взаимодействия. То есть мы им оказываем консультативную помощь в этой работе или организуем совместные мероприятия. То есть мы можем даже с районными прокурорами организовать совместные мероприятия по проверке того или иного материала или проведения той или иной проверки. Присутствие инспектора рыбоохраны в рейдах по водоемам области – обязательное условие. Именно специалисты отдела должны составлять отчетность и готовить документы для возбуждения дел в отношении браконьеров. По итогам мероприятия составляются протоколы, в которых фиксируется место, события, правонарушения, изъятая сеть, которая производилась незаконной добычей. Мы, как прокуроры, осуществляем надзор за деятельностью отдела рыбоохраны, насколько правильно составляются ими протоколы, насколько правильно привлекаются лица и устанавливаются лица, виновные в совершении данных правонарушений. Но отмечается, что с каждым годом дел в отношении браконьеров возбуждается все меньше. Сокращается и количество брошенных в водоемах запрещенных орудий лова, что, конечно, тоже демонстрирует позитивный эффект профилактики подобных правонарушений. К тому же помощниками инспекторов рыбоохраны все чаще становятся сами рыбаки. Своим примером они показывают другим, что законы и правила рыболовства разработаны не для галочки. От их соблюдения зависит, как долго новгородские рыбаки смогут заниматься своим хобби и приносить домой хороший улов. Может быть, это осознание населения приходит, что все-таки надо как-то бережнее относиться к нашим рыбным запасам. Или это работа наша совместная, общая, которая приводит к данным результатам. Но в любом случае, чего бы это ни значило, это положительно для нашего рыбных запасов, нашего основного, в первую очередь, озера Илья. Субтитры создавал DimaTorzok Все выпуски программы «Право знать» вы можете посмотреть на сайтах Новгородского областного телевидения и региональной прокуратуры, а также в группе проекта ВКонтакте. Увидимся в следующую среду в 20.25 на Новгородском областном телевидении. Новгородского областного телевидения. 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 Продолжение следует...